Наверняка, кому-то покажется интересным, куда может увести одна мимолетная мысль и на что она способна, обретая силу в гармонии с духом. Ни для кого не секрет, что мысль материальна, облаченная в желание, она материальна вдвойне, а в намерении слова родниться с божественным актом сотворения мира. Так красиво выразился один очень близкий мне человек, но я хочу добавить следующее. Зачастую мысль материальна и без всяких промежуточных фаз в виде мечтаний, намерений, слов и действий. Добрый посыл, страстное пожелание возвращает к жизни безнадежного больного. Залечивает раны, исцеляет душу. Благие и искренние мысли реализуются и без посредников. Посвящается Владимиру Федоровичу П. и его жене Екатерине. Куда уходят мысли или полет сумбурный. Эпиграф. Каждая мысль частица нашего духа. Сила его в гармонии мыслей. Заведующий онкологическим отделением больницы нерешительно положил телефонную трубку на рычаг аппарата, поёрзал в кресле и взглянул на коллегу профессора кафедры. Тот, сидя на скрипучем стуле, молча барабанил пальцами по столу. Он отказывается, наконец произнёс зав отделением. Как это отказывается? Да вот так. С такой саркомой. Там живого места нет. Что, ни МРТ, ни рентген делать не хочет? Мы же его ещё когда похоронили. Думал, уж сарковины прошли. А тут этот ходатай. Вдруг его что ли? Ну да, из наших издакторов. Лама тибетский. Таёжный скиталец. Проверьте, говорит. И проверим. Как? Как ты себе это представляешь, если он наотрез отказался хотя бы просто прийти к нам? А ты хоть помнишь, какие данные были? Ты видел, что там творилось? Как же помню. Видел, следил за динамикой. Печальная картина. Вообще приходить не хочет. Наотрез. И жену упрашивали, и друга их этого, как его. Так что же это получается? Невероятный случай самоисцеления? Немного с сарказмом, кривя губы, произнёс профессор. Да брось ты. И что же всё-таки напишем? Диагноз двоеточие чудо. Заведующий кряхтя от остеохондроза встал из-за стола, направился к окну и рассеянно промямлил. Отпишемся как-нибудь. Спонтанная ремиссия. Отказ больного от терапии. Чудо. Чудо. Что говоришь? Не расслышал профессор, трогая кончиком пальцем слуховой аппарат. Да ладно. Забыли. Забыли. Через глухие стеклопакеты с улицы доносилось пение птиц. И, словно вторя им, в пространстве кабинета некоторое время ещё витало оброненное слово. Чудо. Витало. Потом исчезло. Чудо. 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 Нервно трепыхалась рядом со мной чья-то совсем свежая, удивлённая и вопросительная мысль. Разве есть на свете чудеса? Не думивалась, не сомневалась и злилась она в полном смятении. Молодая ещё, неопытная. Я видела, как её поспешно, почти брезгливо отбросил желчный сутулый человек, пребывающий во второй половине своего земного пути. Совсем недавно я даже не знала, откуда берутся мысли, не говоря уж о том, чтобы понаблюдать так близко за источником одной из них. Вот он, мужчина в белом медицинском халате, который смотрит в окно. Доктор, наверное. Ах, сколько же минуло с тех пор, когда я тоже была всего лишь чьей-то мыслью. Мимолетной, глупой, почти неосознанной и тут же забытой. Конечно, я тогда ещё наивно считала это нормальным, была уверена, что так происходит со всеми, подумали и выбросили. Только позже я обнаружила обидную для себя правду. Оказалось, что мысли бывают серьёзными, глубокими и даже великими, не отпускающими человека на протяжении всей его жизни и даже остающимися после его смерти. Их записывают на бумаге, они ложатся в основу больших научных трактатов или литературных произведений, их множат, копируют, цитируют, изучают, помнят века и даже тысячелетия. У них появляются последователи, которые порождают сонмы мыслей сателлитов для главной мысли королевы. И со временем эта свита растёт и ширится до таких обзурных размеров, что никакой разум не смог бы их вместить. Никакой! Потому что я поняла однажды некоторую тоже не вполне приятную вещь. Разум человека не безграничен. И человек не вечен, и разум его имеет пределы. Ну, это проза жизни человеческой. Зато мысли. Сколько у меня за время, прошедшее с момента рождения, появилось друзей, врагов, родственников и просто знакомых. И никто до меня не задавался вопросом, почему мы бессмертны, а люди, наши генераторы-производители, такие мимолетные и, по сути, эфемерные создания. И ещё один вопрос, засевший в мою дурную голову с чёрт знает каких времён и к моему большому удовольствию, совсем не озадачивающий даже самые именитые и умные мысли. Куда мы все уходим? Что это за место, в котором мы живём и множимся уже независимо от наших создателей? Они, эти так называемые наши создатели, люди, придумали понятное только им слово – время. Мы тоже его используем, но совершенно в другом смысле. «Ой, я такая сумбурная. Меня и зовут-то сумбурная. Это имя моё. Я и в жизни такая же. Непостоянная, ветренная. То я есть, то тут же пропадаю куда-то. К этому все давно привыкли. О, опять сумбурная улетела куда-то. Или, да ладно, сейчас вернётся, куда она денется?» Вот именно. Куда я денусь? А где я есть? И куда интересно мне знать, я исчезаю, когда другие мысли меня теряют? Пусть на время, вот опять это слово – время. Но ведь теряют же. А ещё я очень люблю разговаривать сама с собой. У мысли нет тела, как у людей. Нет рук, ног, сердца и прочих органов. Ни единой клеточки, ни одной молекулы вещества. Нет и мозга. А про свою дурную голову – это я так. К слову пришлось. А как иначе выразить то, чему нет определения? Вот мы и вынуждены изъясняться на понятном для человека языке. Зато у меня, наверное, есть крылышки. Ведь я летаю. Могу летать по-всякому. И парить. И стремительно преодолевать расстояния немыслимые, необъятные разумом. И останавливаться на неопределённый срок в том измерении мира, где мы живём. В такие моменты, мне кажется, я сплю. Хотя, когда спит человек, вокруг него продолжается жизнь. Не спят другие люди, ездят машины, перекатываются волны в океане, рождаются и гибнут звёзды. Однако, когда сплю я, всякие движения вне меня прекращаются тоже. Я знаю это. И другие мысли знают. Что же получается? Если кто-то из нас засыпает, засыпают и остальные? Чушь какая-то. Похоже, что всё не так просто. Словно мир исчезает и появляется вновь. И от нас мысли это вовсе не зависит. Значит, мы не свободны? Кто-то нами управляет? Кто же это? Люди считают, что всем управляет Бог. Высший разум, абсолют, вселенский закон. Глупый народ люди. Мы мысли есть везде и всюду. Мы связаны друг с другом. Можем общаться без всяких телефонов и интернета. Для нас не существует времени, расстояния и пределов пространства. Но никакого Бога мы не знаем. Бога придумали люди. А мы были всегда. Бога не знаем. Откуда берёмся мы сами тоже. Из голов людей, из их разума считала я по молодости. Считала я по молодости. Но если так рассуждать, возникает парадокс. Как мы могли существовать до появления самого человека? Абсурд же? А если не абсурд? А если мысли это не продукт человеческого сознания, а некая вездесущая материя? Не знаю. Ох, хонюшки, хохо. Что мы вообще знаем? Вот я, например, откуда я? Не помню. Другие ничем помочь мне не могут. Они, если и знают своего родителя, так только потому, что об этом другие безумок утвердят. Или, к примеру, взяли её, великую, и записали на бумаге, на камне или папирусе. Как тут забудешь, кто это сделал, если документ имеется? Это я, без роду, без племени. А всё равно, кошки скребут на сердце. Обидно, завидно, досадно, из-за себя, из-за того парня, что тебя подумал. Кстати, откуда я знаю, что это именно парень был, а не деваха? Ведь точно знаю. А почему? Потому что я, девочка, все мысли имеют противоположный пол с теми людьми, кто их породил. Почему так? А Бог его знает. О! Чисто человеческое мем-выражение. Бог его знает. А для нас лишь риторическая фигура. Так вот этот неизвестный мне парень, свою сумбурную, то есть меня, отпустил на волю в числе других. А документам не удостоил. Мучайся теперь. Гадай, кто ты, откуда и зачем. Как бы я и оставалась пустышкой, никчёмной. Если бы не одно но. Как только я на свет объявилась, сразу заметила, что рядом со мной другая мысль бродит. Тенью. Куда я? Туда и она. На глаза не показывается, всё время где-то сзади. В затылок дышит, на пятки наступает и молчит. Первое время меня это раздражало, потом привыкла, перестала внимание обращать. Только другие спрашивали всё. Что это, мол, за хвост у тебя? Я даже пыталась прибегнуть к их помощи. Опишите, кто такая, как выглядит, что говорит. Не знаем, отвечают. Молчит, лицо прячет. Тень, да и только. И уж когда я окончательно разуверилась выяснить что-либо о своём спутнике или спутнице, и даже этого никто не знал, перестала его вовсе замечать. До поры до времени. Но об этом позже. У меня есть все основания предполагать, что именно он, всё же я решил для себя, что это мальчик, каким-то образом подтолкнул меня к изучению вопросов. Кто мы такие? Зачем мы есть? И где находимся? Первонаперво я стал наблюдать. Кто как появляется? Как себя ведёт? И куда путь держит? Основная масса бездельники. Рождаются в пустых головах, раздуваются, как мыльные пузыри, и плавают себе просто так, бесцельно. Тот же мыльный пузырь. Он хоть лопается, когда время придёт. Брызги разбрасывает после себя. Звук издаёт, пусть и тихий. А эти? Эти нет. Живут, заполняя и заполняя своими телами пространство. Хорошо хоть безразмерное оно. Другие рождаются с оглядкой на своего родителя. Умные, зрелые, знают, кто такие и зачем пришли. Иногда группами приходят. Эти вообще деловые. Сразу начинают что-то творить, воплощать. И в результате материализуются в собственный памятник на земле. Люди привыкли повторять, что, дескать, мысль материальна. Вот и материализуются некоторые их мысли. Какие в слова, какие в поступки или дела, а какие в вещи. А вещи ведь разные бывают. Добрая книжка для детей с картинками, или красивый дом, как стрела в небо упертая. Вся из стали, стекла и бетона. А то ведь и урановая бомба может возникнуть, несущая смерть. Но от того, что некоторые мысли материализуются, меньше их как-то не становится. На одну материализовавшуюся мысль, тысяча других рождается. Возникает вопрос. Для чего они? Да взять хотя бы меня, к примеру. Ну ладно, отложим этот вопрос. Ведь я же сумбурная. Все-таки наблюдать? Увлекательнейшее занятие. Наверное, это мой врожденный дар. Ведь другие мысли этого не делают, не наблюдают. По большей части они заняты только собой. Смотрят как бы внутрь себя. Любуются. Ах, до чего же я хороша. Ах, какой он мой создатель молодец. Меня придумал такую раз такую. Дуры! А может, это я от зависти злюсь? Меня вниманием обделили. Документ не выписали. Выдумали, пинка дали. Иди на все четыре стороны. Недоделанное. Вот так. С одной стороны обделили, а с другой ведь наградили. Так что зря я. Может, это призвание мое наблюдать. Вот только зачем? Как бы там ни было, а я все наблюдала, наблюдала. И однажды прозрела. Я стала видеть иначе. Я увидела то, из чего соткан весь мир. Ну, соткан это я завернула, конечно. Никакой ткани или материи как таковой не существует. А вот эфо. Этот есть везде. Что такое эфо? Сейчас попробую объяснить. Есть такие слова. Звук. Эхо. Шум. Гуд. Шип. Фон. Это понятно? А есть слово эфо. Оно среднего рода. Я, конечно, сама его придумала, поскольку люди об этом не позаботились. Откуда им знать, что такое эфо и что оно вообще существует? А я его не просто знаю, я его вижу, щупаю, нюхаю, вкушаю и гуляю в нем и по нему в любые стороны. Собственно говоря, я и состою-то из него. Если бы я была человеком, я произносила бы это слово, знаете, с придыханием, протяжно. Эфо. Эфо. А лучше так. Первый слог на вдохе, а второй на выдохе. И долго-долго тянуло бы его. Эфо. Эфо. Потому что, ну потому что оно такое огромное, огромное и дышит, дышит. Вот человек, когда обрел разум, тоже стал наблюдать. Правда, до меня ему еще далеко. Пользоваться-то приходилось весьма ограниченными возможностями. На ощупь. И все же обнаружил он, что живет на планете, вращающейся вокруг звезды. Что звезд таких несчетное количество, и сгружены они в галактики. А последних тоже не счесть. И назвал человек это все космосом. Стал дальше наблюдать. Определил таки, что сам состоит из молекул и атомов. Мельчайших частиц, напоминающих космические тела. И таким образом открыл для себя микрокосмос. В результате он додумался до того, что вся вселенная в его представлении выглядит как матрешка. Ширится и растет не только в космические просторы, но и сужается, как бы мельчает внутрь самой себя. И так в обе стороны до бесконечности. Глупый человек. Рассуждает о бесконечности и тут же ограничивает себя цифрами. В обе стороны. Что это получается, по его мнению? У вселенной всего две стороны, что ли? Глупый. Глупый человек. У вселенной, а точнее у мира, нет никаких сторон. Концов, грани, пространств, измерений. Нет ни начала, ни конца. Есть одно сплошное эфо. Когда я это поняла, то не только мир, но и себя я увидела в совершенно ином свете. Если бы меня попытался описать какой-нибудь ученый или писатель-фантаст, он бы скорее всего сравнил меня с волной, элементарной частицей, вращательным моментом, импульсом, спином, наконец. Или еще хуже, с электромагнитным полем. Ужас какой-то. Поле это вообще что-то несуществующее. Ладно там с полем ромашек, например, я бы еще согласилась. Но с электромагнитным, увольте. Рентгеновским излучением. Ой, опять сумбурю. А правда у имя, как всегда. Это все ерунда, как бы меня описали. Но только когда я сумела проникать в другие мысли, я поняла, насколько одновременно ничтожен в своем непонимании самого себя человек. И как он велик в своем эфо. Вот на это эфо у него нашлось название. Дух. Дух. Еще он говорит душа. Путаясь в двух или даже трех определениях, приплетаясь сюда. И разум. Даже сознанию находится место. И вот уже четыре, целых четыре слова теснятся в голове у человека. И спорят, кто важнее. Дух, душа, сознание или разум. Я опять отвлеклась. Так вот человек велик в своем эфо. Потому что оно у него самое совершенное в мире. Но осознает оно себя только вне человека, каким тот видит себя на земле. Запертый в коробочку человеческого тела дух. Дух. Пусть будет дух. Глупеет и меркнет на всю человеческую жизнь. Я даже знаю, зачем он это делает. Наверное, спит таким образом, отдыхает. Как и мы, мысли, замираем иногда. Вот я и эту загадку расшифровал потом. Но отдыхает тоже не совсем верно. Потому что человек эфемерен, слаб и физически ограничен. Дух как бы щадит его. Он сознательно снижает уровень своей мощности, дабы не навредить биологическому телу и не форсировать развитие человеческого сообщества. Если дух в первозданном состоянии войдет в контакт с новорожденным, например, слабое тельце просто разорвется на молекулы, атомы и волны и смешается с общим эфо. Разве же это можно допустить? Не для того животное научили мыслить. Вот дух и становится крохотным, немощным. И только в процессе роста человеческого тела и приобретения им определенного опыта позволяет себе понемногу раскрываться. Человек иногда думает, что дух расположен в его голове. Правда, чаще с головой он связывает разум, а дух с сердцем. Он почему-то решил, что мозг – вместилище разума. Как может кучка белковых молекул нести в себе совершеннейшее эфо? Дух везде, поскольку он эфо, а молекула, даже если ее миллиарды, это ж пустота. Обосновать? Обосную. Как-то мне довелось познакомиться с одной умной мыслью. Она имела обыкновение путешествовать по микрокосмосу. Проникать в суть его строения. Я увязалась за ней. Не из любопытства, а в порядке наблюдений за работой других мыслей. И вот вместе с ней я стала свидетельницей того, что самый твердый с точки зрения человека минерал – такая же пустота, как и все прочее. Тогда я еще не знал о существовании эфо. Мы с умной стали подлетать к атому углерода в кристалле, только что полученного техническим способом алмана. Миновали электроны, вращающиеся вокруг горящего ядра, и долго летели к самому центру. Издалек казалось, что электроны, как планеты, крутятся вокруг Солнца, что они вполне осязаемые и плотные. А при ближайшем рассмотрении выяснилось, что эти крохотульки – лишь мираж, создаваемый локальным пространственным вихрем с определенными физическими характеристиками. А ядро? Да, там огромный потенциал, довольно сложная структура, состоящая из множества сфер и кажущихся плотными образований. И только углубившись в самые недр каждого из таких псевдоуплотнений, мы обнаружили всю ту же пустоту. Никаких плотностей и твердостей, никакого сопротивления. И еще. Когда мы условно соразмерили себя с масштабами ядра, то есть видели его, как, скажем, человек видел бы горошину, держа ее в ладони, то электроны являлись нам размером с маковую росинку и находились от горошины на расстоянии пяти десятков километров. И только сила притяжения горошины не давала этим росинкам, двигающимся с невероятной скоростью, сорваться со своих орбит и умчаться в бездну. Кстати, о бездне. Самая близкая к нам другая горошина, жестко зафиксированная в кристаллической решетке вещества, оказалась в нескольких сотнях километров, а между ними ничего. Умная мысль каким-то образом подсчитала, что если человек будет двигаться по прямой со скоростью пешехода, вероятность его встречи хотя бы с одним электроном-росинкой такова, что это вряд ли случится за сто лет. Жизни не хватит. Да и на горошину ядро он вряд ли наступит. Каково? Вот тебе и твердое вещество. Атомы. Пустота. Ядра с электронами. Пустота. А вокруг них сплошная бездна. Это потом я узнала, что пустоты нет. Есть эфо. Но... Тогда я не ведала об этом и умную мысль не оповестила. А сейчас я не стану. Враги мы теперь. Я как-то попытался ее направить на путь истинный. Так она скорбилась. Слушать даже не стала. Меня плебейка и обозвала. Вон она. И сейчас, как заведенная носится в своей пустоте, пытаясь обнаружить хоть что-то. И понять, что же это за силы, создающие эффект физической плотности. И в какой такой среде эта плотность находится. Терминов всяких напридумывала. Свиты обзавелась. Памятник себе ваяет теперь на земле. Гипотеза называется. Даже имя у гипотезы есть какое-то. Забыла название. Мудреная больно. И как всегда глупая. Разум человека не в его голове. И вообще не в теле. Тело лишь приемник. Ни один из людей не станет утверждать, что телевизионный сигнал рождается в самом телевизоре. А студия любимой радиостанции размещается в динамиках аудиоколонок. И несмотря на это, человек упорно считает, что думает он головой. Я со многими мыслями на эту тему переплеталась. Знала и таких, кто Рьян утверждал, будто мозг сам себе. И режиссер, и студия, и приемник, и передатчик. Хорошо хоть находились достойные оппоненты. Ух, как они распаляли своих противников, когда тыкали их носом в неоспоримый факт. Вы же, мол, как и большинство всех нас живы, в то время как наших мозгов, в кавычках, давно нет. Те умерли, сгнили в земле, разложились на атомы. А мы, мысли, вот они. Друг перед дружкой. Стоим, спорим еще. Ой, умора. Бесконечный спор. Чьи-то амбиции тешит, чьи-то задевает. А я о другом. Поскольку мы существовали до человека, то в каком виде? Ведь мы существовали. Пусть в виде того же сигнала, по принципу телевизионного. Есть ли устройство для приема, или нет его. Сигнал же все равно существует, если его транслирует передатчик. Этот сигнал распространяется в эфире. Несет свои частотные характеристики. Только невидимый и неслышимый. А возьми, сооруди, антенну, приемник сваргань, воткни в электрическую сеть и смотри любимую передачу. Значит, до рождения человека, его мысли, заранее существующий сигнал. Появился человек. И на экране его приемника, в мозге или в восприятии органов чувств, реализовались мысли. Так? Так? Он их сознательно сформулировал или нечаянно обронил. Не важно. Главное, что мысли родились и обрели самостоятельное существование. Вот тут-то я и спотыкаюсь. С кем бы я ни общался на эту тему, большинство утверждает, что помнит себя с рождения. Я спрашиваю, а до? До того, что было? То-то и оно. Никто ни черта не помнит. Как мыслью стали, помнят. А как сигналом были, увы, нет. Но я все равно до истины докопаюсь. Врагов у меня немало развелось, когда я про Эфу узнала. Стала на свою голову всем про него рассказывать. И даже показывать. Не увидели, не поверили, не проверили. Слепцы. Но друзья я тоже приобрела. Нет, не потому что они Эфа постигли, а потому что многим я помогла. Был случай, когда одна из великих попала в мир, точно такой же, как земля, только пустой, без людей. Попала, когда человек, который думал великую, находился в состоянии сна. Он его медитативным называл. Где этот мир был, он не понял. Но мысль свою научил гонять туда-сюда. Со своей земли на другую. Ту, пустую. Название к ней само прилепилось. Пустая. Пустая земля. И уж как ему удалось самому вслед за своей мыслью туда попасть. Прямо воплоти. Только Эфу известно. Человека захватила параноидальная идея переселиться в этот мир со своими родственниками. Разводить там всяких ценных животных и торговать ими на родной земле. Только одного не учел человек. Количество ходок туда и обратно было ограничено. Потому как с каждой ходкой организм человека разрушался необратимым образом. Почувствовал он это, когда в очередной раз находился на пустой земле и назад возвратиться уже не мог. Поздно было. А дома жена, дети. Сам загнал себя в западню, из которой выхода уже не было. Все. Пропал человек. В истерике забился. Заплакал. И с ума начал сходить. А мысль-то осталась тоскливая, одинокая и никому не нужная. Пожалела я ее и объяснила, что пустая – это копия земли. Только в ближайшем от нее наноионном измерении. Это понятие позже появится. Так вот мир в наноионе повторяет нашу вселенную только в ультрамикроскопическом аштабе. Я даже нашла ее легко, зная Эффо. Вселенная эта, оказывается, была заключена в теле самого человека, а именно у него во рту, в остатке зуба, когда-то обточенного бормашины и закованного в золотую коротку. Так уж случилось. А в одной из молекул мертвого Дентина нашелся атом, в точности повторяющий Солнечную систему. И, разумеется, вокруг тамошнего Солнца вращались те же 9 планет и миниатюрная Земля в их числе. А уж почему там не оказалось людей? Я не вникала. Может, время еще не подоспело. Может, там доисторические времена. Хотя, что я милю. Ведь я же была там пролетом. Сама видела города, дома, улицы. Только заброшенное, словно все население исчезло только что. Странно, надо будет с этим как-нибудь разобраться. Так вот, когда я все это великое объяснила, человек восстановил утраченную связь с большой землей и израсходовал последнюю энергию, чтобы домой вернуться. В объятия жены и детишек упал и вскоре умер. Так свою тайну никому и не раскрыв. А великая мысль осталась. Все надеется, что она вновь кому-нибудь в голову придет, да еще пригодится. Может, так и будет. Не знаю. У нее, у Великой, много друзей появилось. Она, по моему примеру, стала добро сеять. Другим одиноким мыслям помогать. Поддерживать их морально. Теперь все они живут надеждой, что однажды пригодятся людям. Ох, сомнительно. Мыслей много. А людей-то. Кот наплакал. Мало кто из них чужие брошенные мысли слышать может. Человек сам мастак мысли плодить собственные. Но я об этом молчу, чтобы никого не разочаровывать. Потому друзья Великой теперь и мои друзья. А недавно родственников нашла. Опять же, благодаря Эф. Эф. Стала я думать, гадать, как мне человека найти, что меня породил. Но интересно же, кто такой, какую цель преследовала, почему вдруг так легкомысленно меня отпустил. Я ведь к тому времени сама себе цену знала. Даром, что без рода, без племени. И вдобавок, без документов. Я хоть и сумбурная, но дотошная оказалась не на шутку. Упрямой, наблюдательной. Вон до чего додумалась. До самой сути мироздания. Где ж ты, мой горемык человек? А почему, собственно, горемыка? Вот так показалось мне. И позже я убедилась, что оказалась права. Началось все с того, что моя наблюдательность помогла заметить сходство Эфа разных мыслей с людьми, их породившими. И даже не людьми, а их духом, который строго индивидуален. Индивидуален и вечен. Собственно, так я обнаружила людей в состоянии их вечного духа. Их оказалось бесчисленное множество. Такое множество, что все 7-8 миллиардов жителей Земли лишь жалко ищепоть песка в пустыне Сахара. Сначала нашла очень далеких родственников своего человека. Родных, так сказать, по крови. Давно умерших. И даже еще не рожденных. Они почувствовали меня. Признали. Но отнеслись как-то равнодушно. А может мне только показалось. Тем не менее, принять меня не захотели. Потом, так я наловчилась тянуть эту невидимую и нужную мне ниточку Эффа, что вышла на мысли того самого, так необходимого мне человека. Правда, это были его детские мысли, глупенькие и бесполезные в моих поисках. Они с тех пор оставались со мной рядом, как привязанные. И я много узнал о детстве, об этой чудной паре в жизни моего человека. А моя тень как-то активизировалась сразу и начала все чаще напоминать о себе. Она словно подталкивала меня к чему-то, а к чему конкретно я не могла понять. Родственников пребывало. Через них передо мной прошло отрочество и юность. Школа и институт. Первая несчастливая и неразделенная любовь. Потом работа по специальности, не принесшей ни удовольствия, ни достойного заработка, потрясения государственного уровня, попытки участия в политической жизни своего города и, наконец, она. Уже настоящая любовь. Хочу заметить, что языка, на котором разговаривали со мной мысли родственники, я не понимала ни названий, ни имен, ни тат, только картинки, как в нем кино. Нам мыслим слова не нужны. Мы понимаем друг друга и без них.